К другим темам. Как поступить на госслужбу, заняться бизнесом, найти работу. Об этом участникам госпрограммы «Серпен» рассказали представители профильных организаций. Встреча прошла в Североказахстанском государственном университете. Подробнее расскажет Гульнара Можикеева. Ежегодно в Северный Казахстан из южных регионов страны приезжают сотни участников госпрограммы «Серпен». Они обучаются в девяти колледжах и в СКГУ. Только в данном вузе высшее образование получают более 400 таких студентов. Для молодежи переезд в другой город, в другой регион является проблемой. То есть адаптация в первый период, как он адаптируется, в какую русло он будет направлять свои знания. Все это является проблемой молодежи. И мы стараемся, чтобы студенты из программы «Серпен» могли быстро адаптироваться и дать какой-то вклад в развитие нашей области. Каждый из этих студентов может стать участником любой программы. Поступить на госслужбу после окончания учебы, воспользоваться льготными кредитами для открытия или развития бизнеса. Центр обслуживания предпринимателей при фонде «Дому» активно участвует в таких мероприятиях для студентов, для молодежи. У нас есть отдельные программы, отдельные условия для молодых начинающих предпринимателей. Это «Жастарт» называется. Всего имея 15% залогового обеспечения, начинающий молодой предприниматель может получить финансирование с учетом гарантии фонда «Дому». То есть фонд «Дому» может выступить гарантом до 85%. Участница госпрограммы «Серпен» Лаура Нурбекова два года назад приехала в наш регион из Кзыларды. В СКГУ учится на преподавателя иностранного языка. Что будет делать после окончания вуза, Лаура еще не решила. У меня много планов после университета. Может быть, я здесь останусь, если найду на работу. А если нет, я планирую учиться за границей по программе «Балашак». В нашей области бесплатное образование по госпрограмме «Серпен» получают более 800 студентов из южных регионов Казахстана. Гульнара Можикеева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.